Сергей Чареват, с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Ну что ж, Сергей, давайте по направлению, как раз отходя от Бахмутского. Что там сейчас, конечно же, исключительно давайте озвучивать то, что можно озвучивать в информационном пространстве. Бахмут, как силы обороны Украины держат оборону и отбивают атаки? Ну, силы обороны уже десятый месяц фактически держат там оборону, несмотря на то, что Бахмут уже все последнее время это приоритетная цель для врага. Это уже просто какой-то для них сверхзадача, потому что весь мир по ним понимает, что именно Бахмут показал уже не то, что вторую армию, что они не вторая армия мира, а то, что даже концентрируясь в всевозможные военные ресурсы, как законные, относительно законные, как вооруженные силы, так и бандформирования, по сути, Вагнера, враг не способен взять эту город-крепость. За эти сутки 331 раз враг наносил удары по бахмутскому направлению, артиллерии разных калибров и систем. 30 боесторкновений состоялось, 93 оккупанта было уничтожено, 106 ранено, уничтожено гаубица Д-20, беспилотный аппарат Орлан-10 и 4 полевых склада с боекомплектом. Кремль уже изменил тактику, российская армия уже думает об обороне оккупированных ею территорий. Так в интервью представителям финских, шведских, датских и норвежских СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также он отметил, что у Украины, конечно, тоже есть своя тактика. Давайте услышим цитату и продолжим. Это уже другая волна в этой войне. Конечно, это не простая волна и для нас. Потому что мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, то, что было вначале, уже разбито нашими силами. И сегодня они, как говорится, вкапываются. Они строят оборонительные рубежи и так далее. Это будет сложно для нас, очень непросто. Но это уже вторая часть. Это часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне. Изменение тактик нашего противника является ли это подтверждением того, что сам противник уже, ну, собственно, признает о том, что он не способен реализовать те планы, которые себе построил. И действительно нужно кардинально менять не то, чтобы свои действия, но и в том числе планы. Украинский народ, украинские силы обороны и военно-политические руководства – это главные факторы, которые заставили врага менять эти планы. Именно наше единство и наша поддержка вооруженных сил и других сил обороны, и, соответственно, бескомпромиссная борьба, в первую очередь, сил обороны и всего общества, и мощная воля военно-политического руководства на победу – именно те факторы, которые заставили врага уже более года действовать не как-то креативно, не навязывая свою волю, а уже подстраиваться под то, как мы выстраиваем логику обороны и постоянно ее менять. Вы помните, и это привело к их мобилизации и задействованию других детеклярных режимов, типа иранского, для покупки шакедов и желания уничтожить нашу администратуру. Это все принималось хаотично, это не было целью одного и единственного плана, который задумался перед войной, и ничто это не смогло сломать нашу волю, ничто это не мешало нам ежедневно сотнями и тысячами отправлять их в ад и заставлять менять все планы. Последнее, что они поменяли, это, как вы помните, разрекламированный и мощно пропагандируемый ими большое весеннее наступление. Как видите, планы уже поменяли, как нас сказал верховный главкомандующий, они готовятся к обороне, и будем надеяться, что мы не бахвалимся, как они, но будем надеяться, что именно героизм Бахмутских и других наших героев Восточного фронта сделал то, что вымотал этих военных преступников, заставил их потратить лучшие свои силы, и как раз те их непобратимы, которые учились в Украине и за рубежом, осваивали новую модерную технику, они смогут вынести эту нечисть в наши территории, о чем, мне кажется, и намекал наш верховный главнокомандующий. Скажите, пожалуйста, о снарядном голоде Российской Федерации, о котором говорит в том числе и Пригожин. Как вы считаете, и какими данными вы владеете? Эти слова Пригожина, информационный вкид для того, чтобы либо в заблуждение ввести украинских вооруженных сил, либо же это делается для чего-то другого, опять же, и реально существует снарядный голод, о котором, кстати, Юрий Игнат говорил, правда, он говорил, уточнял о ракетных атаках, собственно, и почему они реже стали случаться. Вы владеете данными, касательно количества снарядов заканчивается, не заканчивается? К сожалению, они не заканчиваются, но можно констатировать, что они существенно ограничили свои возможности, и это для них непривычно, это их нервирует, дезортирует. Мы же, в отличие от них, с начала войны сидим на, я назвал это артиллерийской диетой или снарядной диетой, то есть у нас никогда не было роскоши, никогда мы работали только на наших калибрах, 122-х, топ-152-х, которые нам достались от Советского Союза, и мы их, просто наши артиллеристы мега-универсально их использовали, мега-виртуозно. Если для этого просто надо посмотреть, как были разбиты колонны посреди бучи или броваров, чтобы понять, насколько... У нас тогда не было еще западной техники, это они действовали нашими артиллерийскими системами, и действовали очень рачительно, очень используя каждый снаряд. И потом, когда западная поступала номенклатура к нам, нам тоже она не лилась дождем, золотым, это мы все использовали, максимально использовали данные разведки, доразведки, в первую очередь, беспилотных комплексов, чтобы, как когда-то на советских полигонах писали, один выстрел, одна цель, это была несбыточная мечта, но мы к этому, наши артиллеристы к этому, по сути, близятся, потому что у нас составляли это условие, но, с одной стороны, это было плохо, потому что у нас не было такого постоянного избытка снарядов, но плюс в каждом минусе всегда есть, плюс в том, что это просто до невиданных возможностей натренировало наших артиллеристов, и сделали их просто артиллерийскими снайперами, и мы достигаем паритета с врагом, как раз тем, что не имея равного с ним количества снарядов, мы используем, а, это наше мастерство, б, это то, что все-таки у нас есть некое количество высокоточных систем и залпового огня, и артиллерийских, которые нам дали партнеры, и мы их используем просто больше, чем на 100%. Скажите, пожалуйста, на данный момент запрос у Сил обороны Украины на вооружение. Какой? Приоритетность? Приоритетность, это, конечно же, эта война показала, что тут главную роль, одну из главнейших ролей играет артиллерия и реактивная система залпового огня, ракетная система. То есть все средства поражения артиллерийские, ракетные, и чем более они дальнобойные, тем больше ты себя уверенно чувствуешь, тем более ты знаешь, как достичь победы. Поэтому все системы поражения, это более дальние ракеты, которые могут поражать цели в глубине противника, это более мощные ракеты и снаряды, более высокоточные снаряды. Также, конечно же, это авиация, в первую очередь, это универсальные такие платформы, авиационные, как F-16. Мой коллега Юрий Игнат хорошо про это рассказывал, что это позволит не подпускать авиацию врага к нашим границам, а также системно поражать наземные цели благодаря хорошим универсальным самолетным системам типа F-16. И, конечно же, это количество боезарядок всем этим новейшим системам, потому что сама по себе система, когда у тебя нет возможности много раз ее использовать и уничтожить достаточное количество врага для того, чтобы приступить к решительным действиям, она не будет иметь такого толка. Экономист Наталья Зубаревич еще год назад в интервью говорила о том, что степень озверения России растет по мере кризиса. Она, конечно, описывала ситуацию с экономикой, но я думаю, что эту цитату можно применить и к ситуации на фронте в целом. И вот когда мы говорим о том, что есть нехватка некоторых боеприпасов и вообще средств для продолжения ведения войны, не закончились, а все-таки ощущается, что уже не так, как было раньше. Мы говорим о нехватке, которая как проявляется? То есть позволит ли эта нехватка России держать оборону, пытаться держать оборону и вместе с тем продолжать воевать мирным населением Украины вот этими вот атаками ракетными? То есть этого ресурса на что? У нас есть представление и понимание, на какой уровень борьбы со стороны России атак вот этих запасов еще может хватать? Ну, я думаю, что тут аналитики, в первую очередь, главного управления разведки нашего могут дать просто системный такой просторный ответ. Чисто субъективно мы понимаем, что имея такие довольно мощные, но правда, как правило, старые системы поражения, Россия уже и имеет проблему с их количеством. И второе, она имеет большую проблему с точностью поражения. И третье, это то, что мы научились системно противодействовать этим ударам. Вот если посмотреть даже последний ракетный удар, нам невероятно больно, они убили наших детей. Это никогда им не будет прощено, из-за всего они это понесут ответственность. Но если смотреть с точки зрения врага, да, то выпустив, ну, то есть чисто военной точки зрения, выпустив 26 ракет, 23 из которых были сбиты, а остальные попали по мирным гражданам, то есть они не достигли никакого военного эффекта, не поразили ни одну военную цель. Более того, наткнулись на волну осуждения во всем мире благодаря тому, что поразили мирные цели. Поэтому каких-то, как говорили, они все тоже рекламируют, как гитлеровская Германия перед концом, какие-то все чудо-оружия, мундерваффе, да, его нету у них, банально нету. Ни шахеды их не спасли, ни некоторое количество, которые не сумели вырабатывать этих дополнительных ракет, и они там за несколько месяцев ударили, убив, к сожалению, мирных граждан, но не достигнув ни одной мирной цели. Также, да, у них есть достаточно еще количество снарядов и к реактивности и к старым советским пушкам, которым они довольно много еще их используют, но они тоже, как правило, невысокоточные и сказать, что в военном плане они очень существенно помогают, это трудно сказать. Да, это фактор, с которым надо считаться, но это не переломный фактор на данный момент. Сергей, огромное вам спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Берегите себя и будем на связи. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был на прямой связи с нашей студией. Субтитры создавал DimaTorzok